всех ларви от рада вас приветствовать на трансляции сегодня мы разбираем устную часть егэ по английскому языку а топик travel and transport на самом деле такие картинки довольно часто попадаются на экзаменах но в целом ряд тем которые освещаются в егэ и особенно в устной части это довольно узкий ряд тем которые касаются социально-бытовой сферы и в том числе путешествие транспорт больше больше картинок таких бытовых про нашу жизнь что в действительности упрощает нам задачу решения устной части экзамена напомню что четвертое задание устной части у нас самое сложное относится к высокому уровню сложности так что если вы готовы сегодня поработать то ставьте лайк этой трансляции не забудьте подписаться на мой канал я здесь регулярно публикую полезную информацию и конечно если у вас возникают вопросы то обязательно пишите их в чате погнали для тех кто видит меня впервые всем здрасте я марина лесковец преподаватель английского языка с дипломом и с опытом работы именно в той сфере где я получаю лучшие результаты а точнее мои ученики которые сдают егэ на высокие баллы я с радостью готовлю их к экзамену формате онлайн мне кажется это самый удобный и перспективный формат во всех по всем фронтам потому что ну во первых это и выгодно и это очень эффективно еще про свои курсы я расскажу немного подробнее чуть позже а пока напомню что кроме своей работы преподавательской еще занимаюсь соцстями обязательно подписывайтесь на мою телегу группу вконтакте там всегда есть информация выгодных предложениях что тоже немаловажно как я сказала обучение онлайн это все-таки выгодно и эффективно то есть это сочетание хорошего и очень хорошего одну прямо очень приятно поэтому подписывайтесь особенно на рассылку вконтакте кроме полезных информации кроме полезной информации про акции выгодные предложения там публикуются подкасты полезные по произношению и всякое такое и тесты егэ подписывайтесь как я уже сказал нужно в этом подписаться на мой youtube канал если вы это еще не сделали то нажмите кнопку ниже справа и еще вы на колокольчик нажмите чтобы приходили уведомления а также есть у нас закрытый чат в к где ребята выпускники общаются между собой обмениваются материалами если они готовятся к английскому это даже можно проводить speaking club и почему бы нет потому что практика это самое важное в языке поэтому обязательно подписывайтесь и на чат а мы с вами начинаем смотрите ребят перед вами картинки довольно типовые которые могут попасться на реальном экзамене топик до тема миндов транспорт но совершенно очевидно что здесь как бы затронута тему путешествия да не только виды транспорта здесь мы видим на первой картинке семья сидит в самолете да на второй картинке семья в машине куда-то отправляется все-таки связанные между собой вещи давайте с вами ознакомимся непосредственно с заданием и сегодня вы получите и схему ответа готовые клише а также материал для тренировки да вы можете записать какие-то моменты сохранить их себе повторить и подобные картинки описывать используя вот тот материал который я вам предлагаю то есть максимально полезная трансляции даже рекомендую ею поделиться со своими друзьями которые тоже готовятся книги читаем с вами задание да собственно действуем так как это будет на экзамене imagine that you and your friend are doing a school project means of transport да для нас важно что мы вот знаем окей на эту тему нужно повторить лексику на эту тему будем говорить и you have found some illustrations то есть мы нашли картинки пару штук and wanna share the news и хотим поделиться новостями да с нашим с нашим так сказать партнером по проекту leave a voice message to your friend и нужно как бы записать голосовое сообщение in two and a half minutes be ready to у нас есть две с половиной минуты на подготовку очень рекомендую вам во время подготовки к экзамену также я это делаю со своими учениками на своем курсе обязательно делать life такой вот speaking club life практику говорения именно укладываться во время потому что до всего у нас три минуты для того чтобы рассказать описать эти картинки вот по пунктам плана о чем сегодня мы будем говорить как описываем картинки всегда задание начинается с введение это первый аспект это заученная часть схема можете взять мою можете использовать свою а вот ее сегодня покажу до второй момент вот explain the choice of the illustrations for the project by briefly describing them and noting the differences то есть следующий шаг это краткое описание картинок внимание мы никаких вещей которые не относятся к теме проекта как то цвет кофточки и знаю за люди на заднем плане какие тут незначе какие-то незначимые вещи в теме между транспортных не упоминаем потому что таким образом о том можем потерять время и это нам никак не зачтется то есть мы говорим четко по теме описываем картинки кратко а вот но в теме проекта а также обозначаем да какие-то отличия небольшие тоже одного отличия будет достаточно чаще всего всегда представлены на картинках два вида чего-то то есть данном случае два вида транспорта это уже отличие это как бы объективно вот то что нужно упомянуть дальше следующий момент мы с вами обозначаем адванты джейс до мэншин и адванты джейс ванчу патчу и минсов транспорт а то есть в этом пункте плана мы говорим будет достаточно по одному плюсу например полета на самолете и один плюс использования автомобиля в путешествии опять же все в контексте темы проекта далее то есть буквально два предложения здесь следующий аспект противоположная информация меньше 10 ванды джейс от тиминцев транспорт мы обозначаем минусы да по каждому аспекту и то есть здесь вот я что рекомендую то как мы это делаем на курсе то как я это делаю с учениками проходя каждый раз от сети мы просто сохраняйте себе эту информацию особенно плюсы и минусы вот так на экзамене сложно адекватные так сразу сходу придумать практика и вот какие-то записи вам помогут а следующий аспект экспрессию пененады сапчиков of the project здесь мы отвечаем конкретно на вопрос в учмин за в транспорт you prefer под шаблой англой да то есть дальше нам нужно просто свое мнение выразить и сказать что мы предпочитаем и последний аспект нашего ответа до в трехминутном нашем монологе на экзамене это завершение да то есть таким образом у нас получается такой завершенный монолог в три минуты вполне реально уложиться во время если вас есть какие-то сложности напишите с чем вы сталкиваетесь в чате да что что вызывает сложности может быть сложно уложиться во время какие-то вопросы возникают обязательно пишите в целом здесь вот ну как я уже отметила практика лексика необходимые то есть не какой-то шквал лексики вот четко по теме и какие-то идеи тоже записывайте и так да с чего можно начать если у вас есть идеи по введению тоже можете написать их я дам свой вариант да то есть мы наш ответ начинаем сведения рекомендую выучить наизусть схему ответа чтобы вот с легкостью справляться да и с волнением на экзамене тоже high season обязательно называем имя на может быть любым то есть мы как бы типа отправляем голосовое сообщение вот нашему партнеру по проекту или другу и смеи ареи 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 артеи то есть как дела то есть какой-то просто такой вот ну как вот разговорный такой вариант или хэй мэри и смей мэй мэджин болт а в дистемте петчерс suitable for our project называем тему проекта до минза в транспорт let me tell you bit more bad ну или вот здесь вот как вариант в тексте дам бай-два и обгод сам пикчерс дат майдбе яйбл ту юсфер ау-проект ордат майдбе юсфу про ау-проект минзов транспорт вот металюбит морбе то есть используйте любую формулировку лучше выбрать одну и используйте ее всегда здесь нет никаких предпочтений можете выбрать любое имя имя обязательно называйте и главное да можете попрактиковаться вместе со мной повторить за мной чтобы да не делать ошибки в произношении слов если все понятно то поставьте пожалуйста плюсан в чате переходим к первому пункту плана краткое описание картинок напомню что для того чтобы сказать что на картинке что-то находится или на фотографии мы обязательно используем предлог in а совсем не он хотя он тоже можно но это будет обозначать что на поверхности картинки а мы же все таки описываем содержание картинки или фотографии и так обязательно начинайте с водной какой-то конструкции жирным я выделила схему ответа то есть эти предложения вы можете взять за основу до а с чего вы начнете описание картинки поскольку это разговорный до такой вариант разговорный жанр мы записываем голосовое сообщение поэтому очень уместно начинать с таких фразочек Well, I think, I believe, frankly speaking, to be honest. Вот здесь пример. Well, I think the first photo is appropriate for our project because it shows people on a plane setting off on their journey. Set off – это фразовый глагол, который обозначает начало путешествия. То есть они стартуют свое путешествие на самолете, так сказать. The second photo could be quite beneficial for our project as well because there are people traveling by car, which is supposed to be the most common means of transport. То есть здесь мы обозначаем именно те аспекты при кратком описании картинок, которые касаются темы проекта. То есть на первой картинке семья в самолете, на борту самолета. На второй картинке семья отправляется в путешествие на машине. И это такой наиболее распространенный, да, common, the most common means of transport. Самый распространенный вид транспорта. Буквально два предложения. Видите, я не распаляюсь. Дальше. Отличия. For sure, these images offer a clear representation of the two different means of transport. An airplane in the first picture is an air transport, whereas in the second photo the family is traveling by road. И здесь я решила отметить воздушный вид транспорта, air transport, и путешествие, так сказать, наземный вид транспорта. Traveling by road, это вот именно касается машины. То есть такой вот наземный вид транспорта, два разных вида транспорта. Это всегда объективно, как я сказала, отличие на поверхности, потому что на фотографиях всегда изображены два вида чего-либо. В данном случае это два вида транспорта. Вот. Этот момент обозначили. То есть буквально тоже две фразочки. И переходим к следующему моменту. Здесь самое главное вам научиться укладываться во время и не распаляться, не распространяться. Вот так мы можем потерять время. И, ну, понимаю, что знаю, что у многих ребят именно не складывается с тем, что тяжело уложиться во время. Так, переходим теперь к плюсам каждого вида транспорта. Опять начинаем с водной конструкции. Obviously, какой-то разговорный такой вариант. Obviously, the two means of transport have some advantages. Это даже вот надо выделить жирным, потому что это схема. С этого вы начинаете. То есть всегда переходя к одному пункту плана, к другому, нужно их связать чем-то, чтобы наш монолог выглядел не просто отдельными кусками, а такой связанной речью. The plane is the fastest one. So, two means of transport have some advantages. The plane is the fastest one или the fastest way of traveling, the fastest means of transport. Так, можно вот добавить, да, вместо one. As for the car, there is a pleasant option as well. You have more personal space and it brings comfort to your journey. То есть здесь я отметила, что в машине больше гораздо личного пространства. Можно было бы еще добавить, да, что можно и поспать в этом случае. То есть тебе просто комфортнее. То есть твое путешествие, твоя поездка становится более комфортабельной. То есть наши плюсы, они тоже должны быть объективными и тоже должны быть связаны с темой проекта. Переходя к disadvantages, да, какие вот объективные могут быть минусы. Достаточно также по одному обозначить минусы. Опять обращаю ваше внимание на жирный текст. Это, собственно, схема, да, которую вы можете использовать. Well, the two, и тут, ну, как бы, тема, по сути, проекта, means of transport, have some disadvantages, a major drawback, да, то есть основной недостаток, то есть синоним, чем больше слов мы знаем, тем лучше, поскольку у нас с вами задание высокого уровня сложности, уровень B2. a major drawback of car journeys is that it often takes much time to reach your destination. То есть, как бы, какое очевидное, явный, вот, явный недостаток в путешествии на машине, так это, естественно, то, что дольше времени занимает, да, безусловно, чтобы, чтобы достичь, там, пункта назначения, с пункта А в пункт Б доехать, просто дольше времени на все это уходит, объективно. That's exhausting, да, то есть это изматывает. It seems to me that a negative point, еще один синоним, для того, чтобы сказать, да, вместо disadvantage мы можем сказать a negative point. It seems to me that a negative point related to plane travel can be that delays regularly occur and it can ruin your journey. То есть очень часто полеты откладывают, да, delays, то есть, то есть мы, ну, когда перенос, да, так будет корректнее сказать, переносят, да, время полета, что может разрушить твое путешествие, к примеру, если у вас путевка, если у вас трансфер заказом, да, то есть таким образом все это рушится, а иногда полет могут откладывать, там, и на сутки, и более, то есть в этом случае действительно может полностью все разрушиться, это объективный недостаток. Следующий пункт плана, да, вот, и опять же, буквально по одному предложению, по каждому аспекту мы говорим, потому что нам нужно уложиться в три минуты, это важный момент, практикуйтесь, обязательно укладывайтесь во время, напишите, пожалуйста, в чате, удается ли вам уложиться вообще вот во время в целом, да, то есть укладывайтесь ли вы во время или выходите за лимиты, и все, прям четко-четко для себя вот эти планы поставить и практиковаться. Следующий пункт плана, отвечаем на вопрос, то есть какой транспорт мы предпочитаем. Используйте ту грамматическую форму, которая дана в вопросе, в пункте плана. Если would prefer, значит мы отвечаем I would prefer. Если you prefer, значит I prefer. Если еще может быть past simple, да, you preferred as a child, вы предпочитали как, ну, как вот ребенок, да, в детском возрасте, тоже отвечаем в этой форме. Окей, и тоже вводная конструкция. Personally, I prefer traveling by plane. И объясняем почему, why. I like to read or watch movies during the flight. I can also sleep if I want. То есть, опять же, четкий ответ на конкретный вопрос. Что я предпочитаю и почему, не распаляясь. То есть здесь нам нужно научиться четко выражать свои мысли. И последнее, что мы делаем в нашем трехминутном монологе, это, конечно же, просто высказываемся, высказываем завершение, так сказать, завершаем наш монолог. И это заученная фраза. For example. Okay. That's all that I wanted to discuss with you. Speak to you soon. Bye. Или там. Talk to you later. Waiting for your feedback, Maria. See you. Ну, вот что-то такое абсолютно, да, то есть нейтральное, что-то такое напоминающее разговорный такой стиль, потому что мы отправляем голосовое сообщение другу. Ну что, ребят, понятно ли вам те объяснения, которые я дала? Напишите, пожалуйста, в чате плюс, если вы поняли ту мысль, которую я хочу до вас донести. Напишите, пожалуйста, какие фразочки вы используете, какие схемы вы используете. И вот, в любом случае, самое главное, это, конечно же, практика. И здесь, как преподаватель, который является профессионалом в подготовке к ЕГЭ по английскому языку, могу сказать, что лучшая опция это практика плюс сочетание теории. И я очень рекомендую вам полугодовой курс подготовки к ЕГЭ Masterpiece, где мы еженедельно практикуемся, ой, еженедельно, прошу прощения, практикуемся в говорении в режиме онлайн. Домашние задания и лексика, и все материалы подобраны именно для ЕГЭ. Все логично связано, то есть вы усваиваете материал так, как вы это бы делали с репетитором. Занимаемся дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Обязательно практикуемся со всеми заданиями, разбираем все задания из всех разделов экзамена. Все логично разделено на лексические топики. То есть, условно говоря, мы проходим каждую неделю, у нас новый лексический топик. Тема travel and transport, следующая, да, family and friends, следующая, да, city and countryside. То есть, все, все то, что касается кодификатора, абсолютно все темы будут пройдены. Лексика, грамматика, все, повторим то, что нужно, ничего лишнего не даю, только то, что нужно для экзамена. Также есть отличная проверка разделов письмо и говорения по критериям. И каждые полтора месяца мы пишем пробники. Есть два варианта обучения с куратором и без. Без куратора могу порекомендовать только тем, у кого есть репетитор или преподаватель в школе, с кем вы можете попрактиковаться в устной и письменной части. Основное в ЕГЭ по английскому языку это практика. И, конечно, если вам нужен фидбэк, если нужна поддержка, если нужна проверка, то только с куратором рекомендую. Обязательно, обязательно воспользуйтесь этой опцией. И обратите внимание, что гораздо выгоднее оплачивать сразу весь курс. Мы занимаемся до конца мая. В январе курс начался. И сейчас можно присоединиться. Еще есть одна опция, которая очень-очень-очень скоро понадобится всем. Это марафон. Он называется потный марафон и неспроста. Потому что в конце февраля начинается марафон трехмесячный, 90 дней, если быть точным. Где 90 дней, 6 раз в неделю, кроме воскресенья, хоть когда-то мы должны отдыхать, вы будете получать задания из всех разделов ЕГЭ, включая раздел письмо и говорение. И тестовую часть, конечно же, решать ее удобно на платформе. Это, скажем, опция для тех, кто не может себя заставить заниматься. А вы понимаете, что хотите высокие баллы за экзамен и нужно это делать. Я заботливо составила для вас план. Абсолютно все структурировала для вас, все задания, чтобы мы успели все пройти. А также включены пробники, и мы научимся укладываться во время. Так что это отличный вариант, который круто поможет прокачать вам знания в английском и разобраться в ЕГЭ. А смотрите, что касается стоимости марафона за 90 дней, что туда включено? Три месяца ежедневной практики, подготовки к ЕГЭ, ну, собственно, именно решение заданий. Кстати, я еще дополнительно даю видеоуроки по грамматике, дополнительные инструкции по решению всех заданий ЕГЭ. Все, у вас абсолютно будет все. Плюс лексика нужная. Также включена в марафон. Теория, да, ну, вот именно в формате видеоуроков удобная. И ежедневные задания. Есть опция с проверкой, есть опция без проверки. То есть за проверку, разделов письмо и оговорение, дополнительно именно на эти три месяца вы оплачиваете тысячу рублей. Вот, и весь марафон по стоимости на данный момент 4,490, далее он будет, ну, стоимость будет возрастать, да, соответственно, чем ближе начало марафона. А как можно сэкономить, да, и дополнительную выгоду для себя приобрести? Можно приходить на марафоны, на мои курсы с друзьями, приглашать их и получать дополнительную скидку. И вы 500 рублей получите скидку, и друг получает скидку 500 рублей. А также можно покупать несколько сразу предметов в нашей школе стубального репетитора. Например, русский и английский с нашей замечательной Оксаной Кудлай. Русский нужен абсолютно всем. И это будет еще более выгодно. Каждый месяц вы экономите по 500 рублей с предмета. Или, например, английские общества знания тоже очень частое, очень частое сочетание. Обращайтесь к нашей замечательной Анастасии Коржевой, занимайтесь с ней и со мной, и тоже экономите. И, конечно, хочу обратить внимание, что в нашей крутейшей школе самые лучшие преподы, самые мотивированные, профессиональные, веселые, харизматичные. Вот какие у нас предметы есть. У всех есть крутые марафоны. И чем больше вы берете марафонов, тем выгоднее обучение. А качество обучения 100%. Оксана Кудлай русский, Валентиныч история общества знания, Катя Строганова химия, Саша Ибанит физика, Эрик математика, Ксюшина польская биология, Артем Имаев информатика, Марина Лисковец английский, Настя Коржева общество знания, Мария Коршунова литература. И эти два классных парня на заднем фоне, Артем и Азат, они готовят к ЕГЭ по математике и по физике. Так что, если вы в девятом классе, то присмотритесь. Ребят, всех жду на своем марафоне, всех жду на полугодовом курсе. Желаю вам 100 баллов за ЕГЭ. У вас все получится. Пользуйтесь моими материалами, пользуйтесь стримами, которые я провожу. Вы крутые, у вас все получится. Не теряйте мотивацию, продолжайте работать. Увидимся.